Бегжан Аскаров студент первого курса университета. Для своего проекта он провел расследование и результаты отразил в двух информационных картах. На одной просчитан процент коррупционных преступлений по Казахстану, на другой размещены фото чиновников, которых уже привлекли к уголовной ответственности за взятие и дачу взяток. Жюри признала работу Бегжана одной из лучших и присудила ему первое место. Коррупция является самой большой проблемой в Казахстане. В рейтинге по всему миру мы занимаем 119 место. Я думаю, что такие конференции очень нужны. Хотелось бы, чтобы их почаще проводили. Ведь молодежь в таких конкурсах может понять, что такое коррупция и противодействовать ей. Конкурс проводился в течение месяца. Работы оценивали по четырем номинациям. Рисунок, антикоррупционная карта правонарушений, театральная постановка и эссе. Примечательно, что свои проекты подготовили как школьники с 1 по 11 класс, так и студенты учебных заведений города. По словам организаторов мероприятия, с поставленной задачей справились даже маленькие участники. В своих рисунках они отразили свое видение проблемы, а также способы остаться честным человеком. Маленькие дети, которые в возрасте с 1 по 5 класс, у них было направление номинация рисунки на коррупционную тематику. В любом случае, когда ребенок рисует на ту или определенную тему, либо родители, либо учителя говорят, что за тема. То есть это не так, что ты нарисуй, они ему объясняют, что за тема. И мы надеемся все-таки, что когда при подготовке того или иного направления, то есть будь то рисунок, будь то эссе, будь то театральная постановка, детям в любом случае взрослые объясняют. В мероприятии, организованном отделом внутренней политики, приняло участие 70 человек. Ни один не остался без внимания. Всех наградили дипломами и благодарственными письмами, а победителей конкурса – денежными призами от 5 до 40 тысяч тенге. Александра Любимова, Акерке Балкибекова, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.